Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. И вот она легальная, на праздник к нам пришла. В Анапе сотрудники муниципального контроля ведут борьбу с несанкционированными елочными базарами. Дружба стран и городов. Какие перспективы может открыть попротивство Анапы и греческого города Лариса? За маленький вклад – большое дело. В сельских округах чествуют жители, активно участвующих в развитии территории. Теперь об этом и не только подробнее. Сегодня состоялась очередная 19-я сессия Совета депутатов, на которую был принят бездефицитный бюджет. Проект прошел через процедуру публичных слушаний и является социально ориентированным. Бюджет на 17-й год планируется с объемом доходов в сумму 3,958,3 миллиона рублей объема расходов в той же сумме, без дефицита и профицита. На старте сумма такая же, как и в прошлом году, однако бюджет – живой документ. Если появятся дополнительные доходы, как собственные, так и в виде субвенций из вышестоящих бюджетов, в главный городской финансовый документ будут вноситься изменения. Городской бюджет является социально ориентированным. Большая его часть – расходы на образование и здравоохранение. Проект обсуждали на публичных слушаниях. Сам документ базируется на социально-экономическом прогнозе. О дальнейших перспективах экономисты говорят сдержанно-позитивно. По всем направлениям ожидается и запланирован незначительный рост по всем отраслям, таким как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, потребительский рынок, курортный комплекс. Дальнейшему экономическому развитию города, в том числе и как курорта, поспособствуют изменения в генеральный план, принятые сегодня же. Документ также прошел согласование через публичное слушание и утвержден. В частности, в нем фиксируются новые объекты культурного значения, а также заповедные места. Это природный парк Анапская Тересик, государственный природный биологический заказник Анапский, предрежный природный комплекс Анапского изморья, государственный природный комплексный заказник регионального значения Большой Утриш. Один из главных индикаторов успеха развития территории – рост численности населения. В Анапе уже несколько лет подряд рождаемость превышает смертность. Кроме того, в город переезжают на постоянное место жительства. Ежегодно численность населения растет на 4-5 тысяч человек. Такими темпами в 2019 году численность населения в муниципалитете может вплотную приблизиться к 200 тысячам. Анапчане пригласили предпринимателей греческого города Лариса инвестировать в сельское хозяйство Анапы, а также намерены перенимать опыт в сфере туризма. Главы муниципалитетов подписали соглашение по братинстве. Торжественная церемония прошла в городе, где родился один из самых знаменитых греков – Гиппократ, как его называют «отец медицины». О новых перспективах, которые открывают соглашение в нашем материале. Поразило что? Что они очень искренне на всех уровнях, начиная от заместителя министра иностранных дел, от высшего руководства, от главы региона, от главы города, они очень искренно, очень искренно отнеслись к нашему визиту. Не ограничивались просто этикетом. Они с самой первой встречи пригласили хор, хор, камерин хор, который исполнял старинные русские песни на русском языке. Вы понимаете, это настолько мы были поражены, приятны, удивлены, что действительно выше всякой похвалы. Самые свежие впечатления от поездки. Греки умеют принимать гостей, будь то официальная делегация или туристы. По словам Леонида Кочетова, было бы вполне логично перенять этот опыт. Также подписание соглашения о побратимстве открывает возможности для сотрудничества в других отраслях экономики. Мы сегодня создали очень хорошее средство размещения, да, но в сфере обслуживания, в сфере внимания к отдыхающим, конечно, нам еще надо многому и многому учиться. И все мы это понимаем. Сегодня мы все знаем с вами, что очень хорошие виноградари греки, очень хорошие винодельцы, земледельцы. Мы им предложили, знаете что, приезжайте и выращивайте на нашей земле свои продукты. Поездку организовала национальная диаспора. В городе-курорте примерно 7% греческого населения. Они работают во всех отраслях, активно участвуют в городской жизни, сохраняя свою культуру. В Витязево ставят спектакль «Единственный в России театр на греческом языке». В ближайшее время у анапчан появится возможность изучать греческий язык в школах. Это результат уже межправительственного соглашения. Я думаю, что со следующего года, при поддержке, конечно, и администрации нашего города, будет проведена определенная работа с управлением образования, с дикторами школ. По желанию, это будет по желанию. Если школа захочет изучать этот язык, значит, там будут предоставлены учебные пособия, учебники, конечно же, преподаватели. Россию и Грецию связывают давние межцерковные связи, союзнические отношения в большинстве крупных войн. И сегодня участники делегации отметили дружественную атмосферу, а связи между городами укрепляют дружбу между странами. Анапчане свою лепту внесли. Главу Анапы Сергея Сергеева вновь избрали секретарем Анапского местного отделения партии «Единая Россия». Процедура тайного голосования прошла в рамках 20-й отчетно-выборной конференции партии. За действующего мэра проголосовали 79 из 84 зарегистрированных делегатов. Также партийцы избрали политический совет. В него вошли 20 человек, в том числе молодежь, предприниматели, педагоги, общественники, деятели культуры. Стояла задача максимально обеспечить представительство всех слоев населения. В местном отделении заверили, что продолжат отстаивать интересы города в рамках общего политического курса развития страны. Сегодня в стране, в крае и городе осущается стабильность, которая достигнута благодаря сильному президенту правительства, сильному губернатору и профессиональной команде управленцев. Наш президент в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации подвел итоги уходящего года, поставил конкретные задачи перед обществом партии «Единая Россия» определить свое участие в их реализации долг каждого из нас члена партии. Одним из главных итогов уходящего года анапские единороссы называют избрание в Госдуму своего однопартийца Ивана Демченко. Анапа входит в его округ, и именно здесь он набрал самый высокий процент голосов по сравнению с другими территориями. Какие меры будут предприняты в Анапе, чтобы приближающиеся зимние праздники ничто не омрачило, обсудили сегодня участники расширенного совместного заседания антитеррористической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. По поручению главы города на время проведения новогодних и рождественских мероприятий все службы и ведомства переходят в усиленный режим работы. Охранять общественный порядок в местах массового скопления людей будут более 500 человек. Это сотрудники полиции, казачьи и добровольные народные дружины, а также частные охранные предприятия. Особое внимание социальным объектам. Запланировано круглосуточное дежурство руководящего состава усиления следственной оперативной группы и группы немедленно реагирования. Как уже было отмечено, предварительно получена информация о том, что все мероприятия пройдут в 149 местах. В целях повышения эффективности досмотровых мероприятий и своевременного изъятия из незаконного оборотка холодного и нового оружия нарядами полиции в местах проведения публичных мероприятий будут использованы 22 металлодетектора. Продолжается комплексная проверка торговли пиротехническими средствами. К незаконным торговцам принимаются меры. Также заместитель главы Олег Костенко попросил полицейских усилить работу по пресечению продажи контрафактного алкоголя. Противопожарная безопасность объектов на контроле Оанапской пожарной службы. Со всеми ответственными лицами и руководителями проведены инструктажи. Кроме того, проведена масштабная проверка всех систем объектов ЖКХ. Аварийные ремонтные бригады также дежурят круглосуточно. В полном объеме проведены мероприятия антитеррористической направленности. Смонтированы и введены в эксплуатацию локальные системы оповещений. Комплектованы и готовы к применению аварийно-восстановительные ремонтные бригады, аварийно-спасательные формирования. В полном объеме мероприятия по инженерно-технической защите объектов ЖКХ. Начальник отдела по транспорту Юрий Кудрявцев доложил, что проведен мониторинг пассажирских транспортных предприятий. Приняты меры антитеррористической защиты. Сотрудники отдела будут контролировать своевременный выход общественного транспорта на маршруты в праздничные дни. Замглавы Олег Костенко еще раз подчеркнул высокую значимость рассмотренных вопросов. Ведь самое главное, чтобы праздники прошли без происшествий. Незаконную торговлю елками выявляют и пресекают сотрудники муниципального контроля совместно с казачеством. Ежедневно на территории курорта ведется мониторинг елочных базаров на соответствие всем требованиям. Вот такую выкладку товара предлагает незаконный предприниматель своим покупателям в районе промышленного рынка. Ни разрешающих документов, ни понятия о цивилизованной торговле. Впрочем, таких горе-бизнесменов немало. Неподалеку на улице Астраханской еще один елочный развал вместо базара. Хотя здесь есть все разрешающие документы. Вот только нету желания оформить место торговли согласно требованиям. Официальный елочный базар, красиво огороженное место, установленное, а не так, что наваленное елкой. Эту стихийную свалку новогодних деревьев на Анапском шоссе ее владельцы называют базаром. Предприниматели, не имеющие документов на торговлю, плохо идут на контакт. Они не согласны с действиями представителей администрации казаков. Но, тем не менее, сотрудники МОП-контроля требуют подчиниться букве закона. На сегодняшний день здесь абсолютно свободно установленный рынок. За это сейчас мы должны составить протокол и ликвидировать эту несанкционированную торговлю. Протокол составили, незаконную торговлю ликвидировали. Предпринимателя ждет предупреждение или штраф в размере 2000 рублей. Повторное же нарушение повлечет более серьезные штрафы. Впрочем, муниципальный контроль обещает проследить, чтобы рецидивов не случилось. На Анапском шоссе сегодня выявлен факт самовольной установки елочного базара. По факту нарушения составлен протокол и передано рассмотрение в административную комиссию. Эти данные рейды будут проходить ежедневно на приведение в соответствие всех нормативов по установленным елочным базарам. Всем предпринимателям, кто еще не оформил елочные базары, муниципальный контроль настоятельно рекомендует это сделать. Ведь общий облик курорта формирует в том числе и каждая торговая точка. К тому же, повышая привлекательность торгового объекта, увеличивается и спрос на товар. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической промышленности. Юго-Западный филиал Кубани-Энерго – крупнейшее предприятие электрификации, обслуживающее Анапский, Новороссийский, Абинский, Крымский и Геленджикские районы. В 2016 году для повышения надежности электроснабжения Юго-Западные электрические сети провели реконструкцию двух ключевых подстанций Анапская и Джигинская с увеличением трансформаторной мощности в два раза. Эти подстанции обеспечивают электроэнергии свыше 44 тысяч потребителей, более 35 социальных объектов, крупные предприятия Анапы. В зоне ответственности Юго-Западного филиала построено 40 километров распределительной сети и 43 трансформаторные подстанции. Произведен капитальный ремонт, 200 километров высоковольтных линий и 65 трансформаторных подстанций. Энергетики заменили 70 опор и 756 устаревших изоляторов на современные стеклянные. В 2017 году Юго-Западным филиалом запланирована реконструкция подстанции Пионерская, а также строительство двух питающих кабельных линий 110 киловольт от подстанции Джимете. Во всех сельских округах подводят итоги года. В станице Благовещенское был организован вечер для самых активных ее жителей. Врачи, коммунальщики, работники культуры, ветераны и все те, кто вложил свой труд в развитие родного округа, принимали благодарности. У нас население очень хорошее. Они настолько, говорю, болеют за свою станицу. И с каким бы предложением не выходили к ним, к людям, они всегда с удовольствием все помогают. У нас многообщественная нагрузка, очень большая. Наши пенсионеры, они не обделены вниманием. Это и участники войны, это ветераны тыла, это и инвалиды. Мы регулярно приходим, их проведываем. И, конечно, в этом особую хочется выразить благодарность нашему депутату, это Загвоздину Сергею Михайловичу. С каким бы вопросом к нему не подходили, он всегда находит и время, и возможности, чтобы нам как-то в чем-то помочь. За активное участие в жизни родной земли и неоценимый вклад в развитие округа, благодарностями были награждены предприниматели сельского округа, сотрудники Дома культуры, которые радуют своими творческими подарками всех селян, школьные преподаватели. На маленьком сельском празднике и представители партии «Единая Россия», которая уже много лет в тесном сотрудничестве с сельской администрацией, помогает решать острые вопросы Благовещенской. Мы подводим черту под прошлым и с надеждой смотрим в будущее. Мы с уверенностью можем сказать, мы выдержали экзамен и мы справились. Впереди у жителей станицы сложный этап работы. Уже на новогодних праздниках общественники администрации сельского округа организуют встречу, где будет составлен план совместной работы на 2017 год. Исполняющий обязанности главы Благовещенского сельского округа Александр Косенко и депутат муниципального образования Сергей Загвоздин выразили готовность к сотрудничеству и дальнейшей совместной работе с жителями округа. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин